Даже ранним утром здесь, в Фергюсоне, у экстренных служб очень много работы. Главным образом у пожарных, которые до сих пор борются с огнем, охватившим многие здания. Меньшее внимание в СМИ уделяют тому, как сейчас, спустя три месяца, на беспорядки реагирует полиция. Поступило несколько сообщений о том, что в протестующих и просто людей на улице попадают гранаты со слезоточивым газом. Среди них продюсер видеоагентства РТ Раптли Лорена Делла Куэста. Она находится рядом со мной, и я могу лично расспросить ее о том, что произошло. Лорена, спасибо, что уделили нам время. Не могли бы вы вкратце рассказать, что случилось? Когда присяжные огласили решение, все занервничали. Я делала прямое включение, хотела подойти к полиции, и вдруг все побежали в мою сторону. Я почувствовала, что меня что-то сильно ударило в ногу. Потом увидела, что это была граната со слезоточивым газом. У меня начало жечь глаза, я не могла дышать. Было неприятно. Полиция оказала вам помощь? Или кто-нибудь другой? Нет, моя машина стояла недалеко. Я взяла противогаз и продолжила съемку. Как в общем реагировала полиция? Мы слышали о случаях стрельбы из автоматического оружия. Один полицейский сказал, что насчитал по меньшей мере 150 выстрелов. Мы знаем, что для разгона толпы применили газ. Вы не могли бы рассказать немного о действиях полиции. Что лично вы видели сегодня? Вначале, когда жюри присяжных огласило решение, казалось, что полицейские сохраняют спокойствие. Протестующие стали бросать в них бутылки, но они на это не реагировали. Но в какой-то момент они пустили в ход слезоточивый газ и стали оттеснять протестующих. Они перекрыли улицы. Мы услышали звуки выстрелов. Полицейские занервничали. Мы вполне ожидали от них именно такой реакции, что они применят слезоточивый газ и перекроют улицы. Спасибо вам большое. Это была продюсер видеоагентства Раптли. Подобные рассказы в Фергюсоне можно услышать от многих людей. Они утверждают, что протесты спровоцированы реакцией полиции, как и три месяца назад. Большинство людей, с которыми мы общались, считают, что беспорядки будут продолжаться еще несколько дней, пока не затихнет протест, вызванный убийством Майкла Брауна и более общей проблемой – межрасовыми конфликтами в городах и районах, где преобладают меньшинства.